Добрый день, уважаемые отдыхающие. Вот это у нас Константинополь. Невысокое здание. Здесь внизу есть шаурма, гира, шашлыки готовят. Вход внизу. Слева есть пиво. Чуть подальше слева есть кафе. Одно, второе. Большой ресторан там есть. В принципе, все рядом. Но единственный недостаток, негде припарковать автомобиль. Вот эти все автомобили стоят на свой страх и риск. Мы поставили 800 метров от этого места, есть парковка. Здесь, получается, на этаже находятся 11 номеров. Ну, 10, вернее, номеров. Мама, постучимся. Такой вот уютный номер. Кондиционер, светильник, двухспальная кровать, белье чистое, полотенчики. Есть такая вот раскладушка еще раскладывается, можно использовать ее. Шкаф, столик, телевизор, кому интересно будет. Это в туалет покажу. Входная дверь. Сейчас на улице генераторы молотят. Свет выключили, поэтому такая обстановка. Здесь вот такой маленький дворик. А это вот бассейн отеля. Бассейн небольшой. Снизу тоже пройдемся, посмотрим. Вот такой вот туалет. Небольшая душевая карина. Манитаз. В принципе, номер чистенький, не ободранный, уютный. Есть здесь столовая. Можно оплатить, закасать и покормить. На втором этаже вот такой есть. Типа балкончика, не балкончика. Со столиками, с зонтиками. Можно здесь выйти пообедать, поужинать, позавтракать. Вот такая вот терраса. Можно детскую площадку здесь же пройти. Единственный большой недостаток, здесь негде припарковать автомобили. Все вот эти автомобили стоят очень неудобно. Могут или повредить, или эвакуатор увезти. Ну, вот детская площадка небольшая, вот такая импровизированная, скажем так. Что тут есть? Очень скромно. Ежевикой все здесь испачкано. Ну, вот прошел наш отдых. Витязева. Отель Константинополь. В принципе, все свои ощущения о Константинополе, можем сказать, отель нормальный. Питания здесь вокруг полно. Отношения персонала хорошие. Ну, правда, за это время в номере никто не убирался. Но так как мы особо не загадживали его, поэтому все нормально. Вода горячая, отключений не было. Кондиционер хорошо работает. Так что, на этом все. Всего вам доброго.